Всем привет, друзья! С вами снова Валерий, вы на канале Американец Иммиграция в деталях Сейчас помоем стёплышко, чтобы лучше видно было На чём мы остановились В последнем видео Мы начали говорить про суд Суд был очень тяжёлый В плане эмоционального напряжения Потому что я до самого конца не мог понять, что произойдёт В конце Суд происходит так Присутствует ваш адвокат Адвокат от ДИЧС И судья, естественно Ну и переводчик Со мной была девушка-переводчик Достаточно неплохая Быстро реагировала Точно всё переводила Это тоже очень важно Хороший переводчик У меня адвокат привёл переводчик То есть они наняли Что происходило Как происходит процесс У меня был видеокорд Судья был из города Филадельфии Достаточно хороший такой Справедливый судья Что было, конечно Что сыграло в моём случае Очень большой и позитивный Большой и позитивный процесс Дал мне Вот, значит судья Судья весь процесс практически Молчал, слушал, что-то записывал Это был мужчина А адвокат мой задавал наводящие вопросы И я отвечал на эти вопросы В таком интенсиве, можно так сказать Суд мой начался утром В 8.30 Потом в обед Мы остановились Она мне сказала, что у меня всего есть 3,5 часа Если не успеем, суд могут перенести Но судья очень был благосклонен ко мне И сказал, давайте Он спросил у адвоката Сколько у вас осталось времени Чтобы закончить Излагать кейс Она сказала, буквально полчаса Он сказал, давайте сделаем небольшой перерыв На обед И потом продолжим В общем так и случилось Конечно у меня кусок в горло не залез Хотя мне принесли хороший обед Там рядом камера Которую я ждал Пришли после обеда И начал задавать Свои каверзные вопросы Адвоката ДИЧС Вот Но Как всегда Как правило Они очень плохо подготовленные Приходят И мочат там такие перлы Что было вообще Невообразимо Когда мы переходили границу На пограничном Пункте Было много бразильцев Видимо это Отложило отпечаток На Иммиграционного офицера Который брал у меня интервью Он написал в своем отчете Там много было перлов Адвокат быстро отреагировал На это Моя Написал Что Например Я боялся возвращаться в Бразилию Потому что мне Моей жизни угрожала опасность И И там много неточностей Он написал По поводу Интересных моментов в моем кейсе Я не буду их озвучивать Там были моменты Когда угрожали моей жизни И там неправильно Все записали И адвокат начал меня троллить Говорит Почему вот так Вот и почему не так Я говорю Ну видимо Ошибся офицер Либо переводчик Неправильно перевел Либо еще что-то И тогда Мой адвокат Попросила слово И сказала Вы были когда-нибудь В Бразилии Я говорю Никогда в жизни не был Она говорит Окей У меня нет больше вопросов Потом адвокат Начал задавать вопросы Такого характера А вот вы жили в Индии Почему вы там не попросили убежище Я начал объяснять А вот вы жили в Великобритании Почему вы там не попросили убежище Я тоже начал объяснять А вот у вас письмо из Южной Африки Почему вы туда не поехали Сюда И адвокат опять задала мне вопрос Говорит А у вас есть сухопутные границы С этими странами Я говорю Нет конечно Она такая Вопросов нет Ну и судья тоже сказал У меня вопросов нет Я ему верю Так мол и так И начал зачитывать свой Ну не приговор Своё решение О том Что же всё-таки Со мной делать По многим моим эпизодам Он стал зачитывать Решение Говорит Вот этот не проходит Вот этот не проходит Вот этот не проходит Я сижу думаю Ну всё Конец мне И потом начал зачитывать Другие эпизоды А вот по этим эпизодам Вот Это федеральная программа Там По закону яровой Куда бы он не поехал в России Он везде будет Преследоваться Властью Бла-бла-бла Ну в общем В таком духе И поэтому Я дару ему Политическое Убежище Не политическое Просто убежище У меня было Вот Потом сказал Американское гражданство Это большая привилегия Я вам даю его Живите Правильно Платите налоги Желаю вам удачи И пока Вот Вот так вот Закончился мой суд После суда Он дал 30 дней ДИЧС На обжалование Чтобы они подали апелляцию Вот Моя адвокат Спросила у них Будете ли вы подавать апелляцию Он сказал Я не знаю Я подумаю Мне нужно посоветоваться Вот Но как правило Они во многих случаях Всегда так делают Потому что Не знаю Может быть Нервы потрепают людям Может быть Еще что-то Вот Я просидел Еще 9 дней В карцере И на 9 день Меня вызвал офицер Говорит Офицер был тоже такой Любил потроллить Народ Говорит Ты хочешь сегодня Пойти домой Я говорю Конечно хочу Но что для этого Нужно сделать Он говорит Пиши А Бери телефон Звони Своим близким Жене Там Кто тебя Забирает Я начал Судорожно Набирать телефонные номера А Я попросился Сходить в камеру Потому что Все номера Мои были в камере Телефонные записаны Я вернулся Стал звонить Никто трубку не берет Я думал Ну вот Отпускает домой И трубку никто не берет Ну и надо отдать должное Ему Он пошел мне навстречу Говорит Оставь мне все эти номера Я по ним позвоню Вот И постараюсь Тебе помочь Когда мы выходили Рядом в комнате Там Допросной Была моя адвокат Она тоже сказала Я могу его забрать Если что Вот Вечером Ну и вечером Сказали что Меня в 5 часов Выпустят И Будут Ну подготавливать К этому процессу Я сижу в камере Жду 5 часов 5.30 5.45 Никто меня не вызывает Думаю Ну все Наверное Ни до кого не дозвонились И никто меня не заберет Сегодня А вот А потом я слышу Такой Крик офицера 11B B&B B&B Это означает Я забыл Как по-английски Расшифровывается Но это означает Что на выход Освобождение Я стал судорожно И быстро Собирать свои вещи Быстрее Быстрее Короче Вот Все собрал За 2 минуты Выскочил Побежал Вот И А А когда пришел В комнату Где отдают Твои вещи Пропал мой ремень И мои сандалии Летние Которых я пришел Я стал офицерам Задавать вопросы Они говорят Мы не знаем Вот Ну я подождал Где-то еще полчаса Там нашли мои вещи Потом принесли Я вышел У меня встретила жена Мы сели И поехали домой Вот так закончилось Мое 6-месячное Пребывание В детальше В детальше В городской тюрьме Округа Города Йорк Вот Всем пока Друзья Хорошего дня Хорошего настроения Счастливо Счастливо Будьте здоровы Счастливо Счастливо